Давайте вспомним это расследование. Значит, мы... Я помню даже этот вечер. Было... Ещё были открыты реестры, ещё можно было узнать, кому принадлежит квартира, кто собственник, да, как менялись эти собственники. Сейчас всего этого уже нет. И каким-то образом через одного человека, я уже не вспомню, кого конкретно я искала, я наткнулась на адрес интересный, на Садовнической набережной. Это прямо в самом центре Москвы, потрясающее место на канале, очень близко к центру, там до Кремля, 15 минут пешком. Думаю, посмотрела на Яндекс.Панораму, думаю, дом новейший. И знаешь, как бывает, ну вот ты пытаешься сопоставить какой-то образ и воспоминания о Москве, о том, как устроена улица, как ты там, не знаю, проезжаешь мимо, понятно, что за всю жизнь проезжал мимо много раз. Я думаю, почему я не узнаю? Ну вот я смотрю на фотографию, на этот дом, на Яндекс.Панорамах, почему-то не узнаю. А я в Москву тогда ездила регулярно, там на несколько месяцев, какая странная штука. И начинаю сверять, я понимаю, что это абсолютно новый дом. Он визуально чем-то похож на старый, который стоял на этом месте. Ну что-то не то. Знаешь, вот как какой-нибудь Адидас, Абибас, вот это вот, как будто какая-то китайская подделка старого дома, который там стоял. И я начала читать про этот дом, и выяснилось, что действительно дом – это новодел, попытка повторить то, что там было. А там была усадьба Бахрушина, купца. Это был даже не дом, это был целый квартал. Но самое известное, там был вот этот угловой дом на Садовничкой набережной, потому что там была очень красивая лестница внутри, круговая. И как бы вот окна были так по диагонали выстроены. Это там обращало на себя внимание, потому что обычно как одно окно на этаж. Тут они такие лестнинки были, и мимо из проезжать все на это обращали внимание. Этот дом есть на сотнях старинных фотографий Москвы. Он дореволюционный, очевидно. Пережил революцию. Он пережил Ленина, Сталина, войну. Все, что было потом в Советском Союзе. Пережил перестройку, он пережил разруху 90-х. Он пережил абсолютно все, но не пережил Путина. И дом, так как дом этот, он очень много обсуждался в СМИ, было очень много скандалов. Там где-то на соседней улице, не на соседней улице, а вот на другом конце этого квартала что-то обрушилось. И год был, наверное, 2008-2007, что-то обрушилось. И Лужков приезжал, Ресин. И говорю, вот три рабочих погибло, они Лужков в кепке, Ресин тоже в кепке. Вот, говорит, какая катастрофа, вот так все плохо, трагедия погибла, три каких-то рабочих, которые там были. Но мы сейчас, конечно же, все приведем в нужный вид. Мы сейчас все восстановим. Подождите, подождите секундочку. А дело происходит в трех домах от искомого, вот этого углового дома. Это какая-то, это же не пристройка, это еще. Если бы мы по номерам считаем, то если тут, я не помню номера, там 80-е какой-нибудь, то это будет 84-е или 86-е, что-то такое. А потом история вся эта исчезает из вида и возвращается через несколько месяцев. Только когда журналисты обнаруживают на месте этого дома и обрушившегося, и углового красивого Бахрушина на канале, обнаруживают пустырь. Они каким-то образом втихаря, вместо того, чтобы отремонтировать секцию, обрушенную в 300 метрах от главного углового дома, решили снести весь квартал. Весь абсолютно квартал. Ну, естественно, все активисты Арханадзора, все-все-все, кто имеет какое-либо отношение к московской архитектуре, хватались за голову, рвали волосы, ну как так? Ведь по-хорошему нам же нужно больше всего беречь такие здания. Они не то, чтобы на дороге валяются. Это архитектурное наследие в самом прямом смысле слова. Это то, чем мы должны гордиться москвичей и водить туда экскурсии. Говорить, посмотрите, какой красивый дом. Посмотрите, какая уникальная архитектура. Изучите, что здесь было 100 лет назад. Изучите, что здесь было 50 лет назад. Посмотрите, здесь жили эти люди. А вот этим вот занимался купец. А потом было то-то, а потом было еще что-то. Потом, да без разницы, что. Даже там были коммуналки. Это все равно интересно. Это все равно здание, которое было свидетелем смены эпох и веков и всего. Ну вот, но Лужков с Ресиным все это снес. Они сказали, что будут строить дом для льготников. На самом деле, у нас можно было догадаться, что что-то не так, естественно, уже тогда. Но все равно это какой-нибудь там восьмой год, седьмой. Люди, видимо, еще не так привыкли к абсолютно бесчинству этому чиновничему. И, ну ладно, как бы для льготников, для льготников. Ну, ты думаешь, шкотники, это, наверное, те, кто ютится восьмером, в квартире где-нибудь в центре. И вместо того, чтобы их расселять из ветхого жилья, тоже, может быть, где-нибудь в историческом центре Москвы, и выселять в Бутово, как это происходит сейчас, их выселят не так далеко от дома. Вот они где-нибудь там на Павелецкой живут, в полуразручном доме. А их вот неподалеку останутся на районе, грубо говоря. Но, ну, естественно, так не бывает, чтобы лакомый такой кусок недвижимости. Дом получился, ну, не то чтобы очень красивый, но нормальный дом, хороший, элитный. И там начинается это расследование, которое рекомендую вам пересмотреть. Там Алексей идет вдоль стены этого дома, такой желтенький, потом стучит по нему и говорит, вот, посмотрите, каков красавец, красавец, посмотрите, какой хороший дом, квадратный метр, там здесь стоит сколько-то. И потом мы показываем его со всех ракурсов. Рекомендую посмотреть расследование. Хорошее. И знаешь, кстати, как я его смотрела? Как? Я жила на соседней улице, не в таких шикарных... О, вопросики. Сразу говорю, не в таких шикарных условиях, далеко не в таких шикарных условиях. И я там поселилась уже, когда этот дом существовал. Соответственно, я не была настолько в курсе всей этой истории, и это буквально было погружение, очень иммерсивное погружение в реальность. Почти прикоснулась к прекрасному, можно сказать. Да, и, ну, кроме того, по сути, то, что осталось от наследия Бахрушина, по крайней мере, в этом районе, это, собственно, улица Бахрушина, которая идёт ровно параллельно с Садовнической набережной. А вот его дом... Да, целый квартал, да, там было. Ничего не осталось. Ну вот, естественно, короче, история... К чему история заканчивается? Тем, что вместо льготников там расселили чиновников, которые якобы нуждаются в жилье. И при этом ни один из них, естественно, ни в чём ни хрена не нуждается. И Кибовский был первым человеком из длинного списка чиновников, которых мы там обнаружили. С него всё и начиналось. Когда сценарий писался, Алексей там его редактировал, составлял, тексты писал себе, вот он выбирал, типа, какая история ему больше всего впечатлила, с чего начать. Вот он выбрал Кибовского. Потому что его квартира была записана на семилетнего сына, на первоклассника. А квартира, ну там, 140 квадратных метров, стоит там какие-то... за сотню миллионов рублей. И он записывает её на семилетнего ребёнка, будучи чиновником. И мало того, что записывать на семилетнего ребёнка, ну можно тут ещё... Вот если бы нам очень нравился Кибовский, мы пробовали его оправдать, мы бы сказали, ну ладно, вот он работает... Где-то хотелось и выписать, а выписать, по-моему, не выписать. Давно он работает в... Он был как раз главой, по-моему, архитектурного, то ли надзора, то ли ещё что-то, те, которые занимаются сохранением наследия. В общем, у него карьера в московском правительстве очень серьёзная. И... Ну ладно, может быть, ему 140 метров положено, так и быть. Но проблема-то в том, что у него уже была другая квартира, ещё больше, 175 метров, там через 10 минут ходьбы оттуда в каком-то суперэлитном жилом комплексе. Тебе зачем город выдаёт ещё одну? Как льготнику. Вы в 175 не помещайтесь, и вам надо ещё... Это не обмен, ничего. То есть та квартира была тоже от Москвы, и эта от Москвы. И прямо в декларации не нужно делать никаких расследований. Там они просто перечислены. Вот у него есть такая и есть такая. Вот он, Кивовский, и был, собственно говоря, этим первым актом в нашем расследовании. Мы как раз рассказывали про него. Там ещё были... Простите, я посмотрю бумажки, потому что столько народу было. Там была Лариса Музеева, которой Алексей звонил. Не спойлери, не спойлери. Простите, пожалуйста. Забудьте. В основном, ну просто чтобы наши зрители понимали, что такое московская мэрия, что такое чиновники Собянина, и что это реально всё сводится к вот мелкому с точки зрения, не знаю, полёта мысли. Вот какой-то вот мелкой наживе. А вот может быть ещё квадратный метр, а вот может ещё что... А что ещё можно стрясти с государства, с налогоплательщика? А может быть вот машину ещё? А может быть ещё что-то? Вот это вот всё. И то, что сейчас Кибовского взяли на взятки 100 миллионов, ну это просто, господи, ну это смешно. У него таких этих контрактов, госзакупок мебели в какой-нибудь там ДК, библиотеку или ещё что-то, каждый день он подписывал по 50 штук. Ну, господи, они выбрали это на 100 миллионов. Ну, это будни, это ежедневная работа чиновник Московской мэрии, подписал, 20 процентов откатил начальнику, 10 процентов откатил прокурору, 30 процентов забрал себе, и ещё 30 процентов. Я не просто так почти к 100 процентам стремлюсь, потому что понятно, что там взятки уже под конец подходили буквально там к 80 процентам реальной стоимости закупаемого товара. Ровно поэтому и товары закупаемые были таким дерьмом, простите, потому что когда ты, у тебя на него заложено 100 рублей, и ты на 100 рублей можешь купить красивый, роскошный, деревянный стол, да, из массива дуба, но из-за того, что тебе надо раздать этому начальнику, этому начальнику, прокурору, менту, суде или ещё кому-то, денег остаётся только на стол за 10 рублей. Это будет совершенно другой стол. Отвлеклась. Всё, что хотела сказать, что это всё коррупция, это система, да, это не один эпизод. Это целая вот такая вот разветвлённая система, которая отравляет потихонечку там всё больше и больше и больше ветвей власти, конкретных людей, кабинетов, департаментов, всего прочего. Там же Кискинов Артур Львович. Кто такой? Непонятно. Глава фонда капитального ремонта много квартирных домов города Москвы. Вот все, кто живёт, много квартирных домов. Если у вас около этого самого мусоропровода грязно, облуплено и так далее, все вопросы Кискинов Артура Львовича, по крайней мере, на момент расследования. Я не перепроверяла, кем они являются сейчас. У него уже была квартира по 200 метров, тоже в элитном жилье, но выдали ему. Елена Книжевская, председатель комитета по архитектуре города Стриста Москвы. Конечно, там было очень много собянинских именно чиновников, и доходило до какого-то просто вот, ну, ну просто, господи, я помню, я их все гуглила, но кто ты? Вот, ну просто какие-то непонятные бомжи. Там, заместитель, 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 заместитель. Кузнецова Наталья, заместитель начальника управления координацией деятельности комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Шахмурадова Сабина, начальник управления координацией работ по объектам, землеустройства. Ну просто что? И одной 178 квадратных метров квартиру там выделили, а другой 144. И кроме мэрии, там была еще куча чиновников совершенно разных. Какой-то ФСБшник был, был Школов Евгений Михайлович, соответственно, сын, а нет, не сын, сам, бывший путинский помощник. Была, кого-нибудь, кто здесь был еще интересный, Абрамченко Виктория была, она тогда была главой Росреестра, за что мы сильно холестали ее по щекам, потому что она удаляла удаляла и вымарывала из Росреестра важные персональные данные, и из-за этого мы не могли делать свои расследования, и Чайка превращался в ЛСДУС, и ЕФЯУ-9, и она собственноручно уничтожила важнейший, важнейший государственный реестр. Вот она там была, она после этого уже умудрилась побыть в новом правительстве Мишустина вице-премьером, и сейчас уже она перестала быть вице-премьером, и бог знает, где сейчас находится. Ну и, конечно, вот это Лариса Гузеева, Лариса Гузеева, Ларисе Гузеевой тоже досталась огромная квартира, Алексей ей звонил, и что самое смешное, то есть, если у этих хотя бы есть какие-то номинальные, дурацкие, должности, какие-то звания, это и буквально досталось, за то, что она в Инстаграме писала, что Москва так похорошила при Собянине. Ну подожди, у неё есть звание, главная телесваха страны? Ну да, вот из-за этого тебе полагается квартира за 100 миллионов. Вообще-то нет, да. И ту самую, знаешь, кого мы ещё нашли? Мы тогда это не попубликали в расследовании, я сэкономила это, там же была ещё Заринда Гузова. её стратегически в основное расследование не включили, мне кажется, в этом была логика, но я уже не вспомню, чтобы просто потом про неё сделать отдельное, потому что показалось, что она заслуживает этого, она безусловно заслуживает это. Это глава Ростуризма, да? Да, глава Ростуризма, и это расследование уже делала я, Алексей уже сидел, ну в смысле снималась в нём, я, Алексей уже сидел, и это было когда Ждановского же отца посадили за какие-то махинации где-то там, за полярным кругом, да-да-да, что он якобы кому-то там выдал, подписал документ, который позволял получить некой жительнице из севера квартиру типа на 20 метров больше, чем положено. Что-то там была, какая-то такая фабула, абсолютная фигня, а всё абсолютно фейк, естественно. Просто вот для понимания нашим зрителям, Зарина Тагузова как бы как глава Ростуризма путешествовала, и её аутфит, ну обычный её лук, набор одежды, аксессуаров, украшений, я уверена, что на каждый день превышала стоимость вот любого дома. Любой такой квартиры, да. Любой такой квартиры. И мы как бы сравнивали, мы пока посмотрели, посмотрите, за что посадили от Сажданова, и посмотрите, вот Зарина Тагузова делает в миллион раз более вопиющие вещи и достаётся эта квартира, она очевидно не нуждающаяся. У неё там один пиджак стоит 500 тысяч. Какой, блин, нуждающийся? Она очевидно не нуждающаяся. Откуда у неё эта квартира? Вот. И никаких ответов мы, естественно, не получили, а выяснилось ещё, что Тагузову и засекретили ещё в Росреестре. И её соседка Виктория Абрамченко, которая отвечала за Росреестр, видимо, видимо, решила, что Тагузову положено больше. Она даже себя не засекретила, а Тагузову. Тагузову засекретила. Вот такое расследование 2019 года. Рекомендую пересмотреть. А если возвращаться к Кибовскому, то я бы, если честно, не придавала этому большого значения. Я видела много аналитики на тему того, что вот это удар по команде в Собянина. Ну, то есть, он не настолько команда Собянина. Конечно, они проработали много лет вместе, но вот он должность свою не сохранил, был только в ранге советника. Очевидно, что у них разные абсолютно медийные стратегии. Да, Собянин не зигует и притворяется камушком, а этот, наоборот, зига на зиге, сфотографировался на фоне какого-то самосвала с буквой Z, съездил на фронт, сфотографировал. Ну да, вот обилие, вот именно пиар, вот не просто делает, а еще и вот просто кричит из каждого зюга. Слышал, как он стихи читал. О, да, Константина Симонова. Да, 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 у Манучарова, у Манучарова в программе «Энпатия Манучи», «Царство Небесное», на Ютьюбе она больше не выходит, и я по ней скучаю, потому что она была просто абсолютно отвратительная, и ее было очень развлекательно смотреть. Ну вот там, да, он читал, там Кибовский читал стихи. Ну, в общем, близкий, значит, что наш зритель главной политической кнопки Ютьюба должен знать про то, кто действительно близок к Собянину. Собянину действительно близка Анастасия Ракова, например. Вот если бы ее... Про нее тоже есть расследование. Да, да, про нее тоже... Я тебе говорю, я реально превращаюсь вот в этого человека, который не может прекратить цитировать сам себя. Ну, Ракова, это серьезно. Значит, Анастасия Ракова сейчас вице-мэр по социальному чему-то, социальное обеспечение, естественно, по социальному. За бедных она, за бедных москвичей, страдающих, несет ответственность. И она... А до этого она была главой Собянинского аппарата, то есть вообще просто самым ключевым человеком, который отвечает за ежедневную жизнь Сергея Семеновича. Вот, если посадить Анастасию Ракову, что очень сделать нужно, вот тогда мы могли говорить об ослаблении башни Собянина. А Ракова это... Мало того, что две у нее шикарные должности были в мэре Москвы, так до этого она в Тюмени работала с Собянином. Она в Тюмени, он, по-моему, подобрал ее в каком-то там 98-м году, что ли, в 2000-м. То есть ей было лет 20, мне кажется, не больше. И с того момента вот она до сегодняшнего дня как приклеилась к этому Собянину, и куда бы Собянин ни пошел, везде Ракова за ним ездит. Вот ее надо арестовать. Есть за что? Допустим, за незаконное обогащение. Да? Вот можно к ней прийти и сказать, Анастасия, откуда у тебя, цитируя наше расследование 2015 года, вышедшее в форме игры на сайте «Медузы», где нужно было оценить, сколько стоит украшение чиновницы, там была Анастасия Ракова, и мы нашли фотографии ее на каком-то утреннем заседании чего-то там, какого-то комитета почему-то там по мэрии, куда она приперлась в колье и в сережках граф бриллиантов за полтора миллиона рублей. И, господи, какие полтора, полтора-то у нее был ванклиф, нет, за восемь с половиной граф был. В общем, она постоянно приходила в каких-то очень дорогих украшениях. в таких украшениях, не то чтобы дорогих, понятно, что восемь с половиной миллионов за очень дорогие украшения, так они еще и были ужасно неуместными, ну, потому что, ну, есть же какой-то протокол, есть же то, что ты надеваешь на вечерний выход в рестораны, в театры, тогда ты не носишь на работу, если, прости меня, пожалуйста, ты, с утра у тебя встреча с главами Сабисов, потом с ВЖЭК, а потом с однопартидными, ну, то есть, ну, нет, она это делает, точно обращала на это внимание. Но я боюсь, что с Анастасией Раковой ничего не случится и никто ее не посадит, потому что даже если Собянин выпадет из обоймы, она не выпадет. И у меня есть объяснение, почему. Почему? Я уверена, что-нибудь хоть что-то новое интересное обсудим из-за своего гражданского супруга. А как же слухи о том, что у нее ребенок от Собянина? Нет. Ну, в смысле, может быть, и да, но мы подтверждение этому не нашли, искали долго, не нашли. Я не буду интересничать. Совершенно другая причина, почему Ракова никогда не выпадет из обоймы. Значит, ее, у нее формально супруга нету, декларация ее пустая. Ну, то есть, она его, соответственно, скрывает, потому что, по факту, она много лет живет и, ну, как минимум, воспитывает ребенка совместного, вместе с совершенно другим человеком. Его зовут Кришемир Филиппович. И имя вам, его, скорее всего, не знакомо, а имя это очень важно и интересно. Это один из владельцев и управляющих компанией «Велесстрой». «Велесстрой», в свою очередь, знаменит тем, что именно они последние лет десять строят дворец Путина. Все это, если вы вспомните какие-то вот утечки сюжета дворца Путина, очень много людей писало и рассказывало о том, что на стройке очень много иностранцев, они не говорят по-русски. И мы даже где-то в эфирах комментировали, что, мол, да, в этом есть смысл, ну, потому что, ну, а чего иностранцу до дворца Путина? Ему пофиг, это же не его деньги, правильно? Он же налоги не платят, а зарплата хорошая, там, график нормальный, почему бы не поработать? Так вот, эти все иностранные строители, это так или иначе связаны с строем сербы и хорваты, а Кришимир Филиппович это, соответственно, их начальник. И он вместе, соответственно, с представителями Путина, там есть такая Борисова Ася Львовна, которая связана с правительством президента, вот они вместе и строят, строят этот дворец Путина по сей день, сегодня, там стройка какая-то продолжается, там по-прежнему царит Вилли Строй и получают все контракты Вилли Строй, и говорят, вот это уже проверить не можем, но когда мы готовили наше последнее расследование про дворец Путина, третье, да, которое вышло вот в марте, а нет, в мае, к инаугурации Путина, нам люди, которые там присутствовали, рассказывали, что не просто Филиппович, а сама Ракова приезжает и принимает работу, если есть какие-то сложные вопросы, спорные и так далее, сама, есть такая гипотеза, что сама Анастасия Ракова может быть посвящена и в такую тайну, как дворец Путина, ну, в общем, за что купила, за то продаю, подтвердить не смогли, но вам в качестве слухов и спрятен рассказа. Всем привет! Спасибо, что смотрите видео на канале Популярная политика. Все, что мы делаем, мы делаем благодаря вам. Пожалуйста, распространите ссылку на это видео, поставьте свой лайк и самое главное, поддержите работу этого канала, становитесь его спонсором. Субтитры создавал DimaTorzok